Отчего у верблюда горб? Это история о том, откуда у верблюда взялся большой горб. В начале веков, в те времена, когда земля была совсем новой, а животные только начали помогать человеку жить и работать, жил-был верблюд. И жил он посреди унылой пустыни, да и сам был уныл, потому что не хотел работать. Ел он в пустыне шипы и колючки и тамариск, а в остальное время был ленив до невозможности. И даже когда кто-нибудь пытался поговорить с ним, он фыркал. Гр-б. Просто. Гр-б. И ничего больше. Однажды в понедельник утром к верблюду пришла лошадь. Лошадь была с седлом на спине и со сбруей на шее, ведь она возила на себе человека. Подойдя к верблюду, лошадь сказала. — Верблюд! А, верблюд! Выходи из пустыни, чтобы возить человека и помогать ему, как остальные животные. Гр-б. Ответил верблюд. И тогда лошадь вернулась к человеку и рассказала об этом. Через час к верблюду пришла собака с палкой в зубах. Она положила палку на песок и сказала. — Верблюд! А, верблюд! Выходи из пустыни, чтобы служить и помогать человеку, как остальные. Гр-б. — ответил верблюд. И тогда собака вернулась к человеку и рассказала ему об этом. А еще через час к верблюду пришел волк с ермом на шее. Он взглянул на верблюда и сказал. — Верблюд! А, верблюд! Выходи из пустыни, чтобы пахать землю и помогать человеку, как остальные. — Гр-б. — ответил верблюд. А волк вернулся к человеку и рассказал ему об этом. В конце дня человек собрал лошадь, собаку и волк вместе и сказал им. — О, три моих помощника! Мне жаль вас! Мне очень жаль вас! Но этот Гр-б, существуя с пустыни, видимо, совсем не может работать. Иначе он, конечно же, был бы сейчас здесь. Я решил, что надо оставить его в покое. А вы должны работать в два раза больше и за себя, и за него, чтобы успеть сделать всю работу. Все трое очень рассердились на такую несправедливость и собрались где-то на краю пустыни, чтобы посоветоваться. Неожиданно к ним подошел верблюд. Жуя колючку, он долго смеялся над лошадью, собакой и волом. Потом он сказал — Гр-б! И снова ушел в пустыню. И тут перед тремя животными появился джин всех пустынь. Он был окружен большим облаком пыли, потому что все джины — волшебники, и они путешествуют именно так. Джин увидел лошадь, собаку и вола, и ему захотелось поболтать с ними. — Джин всех пустынь! — сказала лошадь. — Скажи нам, справедливо ли, если кто-то бездельничает и ленится каждый день? — Конечно, несправедливо! — ответил джин. — Хорошо! — сказала лошадь. — Но посреди твоей унылой пустыни живет существо с длинной шеей и длинными ногами, которое ничего не сделало с самого утра понедельника и не хочет ничего делать. Совсем ничего! — Горубу! — присвистнул джин. — Да это же мой верблюд! Клянусь всем золотом Аравии! — И что же он говорит? — Говорит он лишь Горубу! — ответила собака. — А работать не хочет! Совсем не хочет! — Может, он еще что-то говорит? — спросил джин. — Только Горубу! — ответил волк. — Но ни возить, ни служить, ни пахать он не хочет! — Ладно! — сказал джин. — Я ему покажу Горубу! — А вы меня ждите здесь! И джин, окутанный своим пыльным облаком, исчез в пустоте. Вскоре он увидел верблюда, который бездельничал и разглядывал свое отражение в луже. — Мой длин на ноги и длин на шеи, друг! — сказал джин. — Слышал я, что ты совсем не хочешь работать. Правда ли это? — Горубу! — ответил верблюд. Джин сел на песок, почесал затылок и стал обдумывать великое заклинание, в то время как верблюд смотрел в лужу. — Из-за твоей лени трое работали из-за себя, из-за тебя в понедельник прямо с утра! — произнес джин и продолжил обдумывать заклинание, почесывая затылок. — Горубу! — ответил верблюд. — Прекращай фыркать! — возмутился джин. — Ты слишком много фыркаешь! — Ну вот, что я тебе скажу, надутый пузырь. Я хочу, чтобы ты стал трудиться! — верблюд и на это ответил своим Горубу. Но тут он почувствовал, что на его прекрасной прямой спине что-то стало вздуваться, вздуваться и раздуваться. И, наконец, на ней появился огромный горб. — Видишь? — воскликнул джин. — Это твой собственный горб превратился в твой собственный горб. А все потому, что ты не хочешь трудиться. Сегодня уже четверг, а ты ничего не сделал с понедельника, когда все трудились. Так что иди и трудись. — Как же я могу работать с горбом на спине? — захныкал верблюд. — Этот горб специально для тебя, — сказал джин. — И вырос он, потому что ты не работал ни в понедельник, ни во вторник, ни в среду. Зато теперь ты сможешь работать целых три дня без еды и воды. Горб тебя прокормит. Так что никогда не говори, что я ничего не сделал для тебя. А теперь выходи из пустыни и присоединяйся к лошади, собаке и валу. Да смотри, веди себя как следует. Горбу на тебя. И верблюд, последний раз, пробурчав себе под нос свое излюбленное, Горбу, вышел из пустыни и присоединился к трем друзьям. И хотя с того времени он стал трудиться с ними наравне, но до сих пор не наверстал тех трех дней, которые он пропустил в начале веков, и до сих пор носит горб, который получил из-за своей лени. Природу, радость моя, не обманешь. Залень она горбом вознаграждает. Верблюдом ты от этого не станешь, но горб ведь никого не украшает. Слоненок В древние времена, о радость моя, у слона не было хобота. У него был лишь оттопыренный нос размером с большой ботинок, которым слон мог вертеть из стороны в сторону, но взять не мог ему ничего. И был там один слон, вернее слоненок, который был таким любопытным, что всем и каждому он задавал кучу вопросов. Жил он в Африке, и вся Африка устала от его ненасытного любопытства. Он спрашивал свою высокую тетю Страусиху, почему у нее перья на хвосте растут именно так, а не иначе. А в ответ она шлепала его своей жесткой когтистой лапой. Он спрашивал своего длинного дядю Жирафа, почему его шкура вся в пятнах. А в ответ дядя Жираф шлепал его своим твердым-притвердым копытом. Он спрашивал свою толстую тетю Бегемотиху, почему у нее красные глаза. А в ответ она шлепала его своим широким мокрым копытом. Он спрашивал своего мохнатого дядю Бабуина, почему у арбузов именно такой вкус. А в ответ дядя Бабуин шлепал его своей мохнатой лапой. Но слоненка все равно так и распирала от любопытства. Он задавал вопросы обо всем, что только видел и слышал и пробовал, и нюхал, а в ответ получал одни шлепки. Но любопытство его было непоколебимым. И вот однажды в одно чудесное утро этот любопытный слоненок задал новый чудесный вопрос, который он еще никогда не задавал. — А что ест на обед крокодил? — Все вокруг ужасно рассердились, стали громко шептать ему. — Тише! Тише! А потом еще долго-долго шлепали его. А когда шлепки закончились, слоненок пошел к птице колокола, которая сидела в терновнике, и сказал ей. — Мой отец отшлепал меня, и моя мама отшлепала меня, и все мои дяди и тети тоже отшлепали меня за мое неугомонное любопытство. Но я все равно хочу знать, что ест на обед крокодил. И тогда птица колокола прокричала ему. — Ступай к великой серо-зеленой реке Лимпопо, поросшей огромными древними деревьями. Там ты сможешь все узнать! На следующее утро этот очень любопытный слоненок, взяв сто футов бананов, сто футов сахарного тростника и семнадцать арбузов, сказал своей дорогой семье. — До свидания! Я иду к великой серо-зеленой реке Лимпопо, чтобы узнать, что же ест на обед крокодил. Родственники снова отшлепали слоненка, желая ему удачи, хотя он очень вежливо просил их не делать этого. И, наконец, слегка отшлепанный слоненок пустился в путь. По дороге он ел арбузы, а корки оставались на земле, потому что ему нечем было их поднимать. Шел и шел слоненок, и, наконец, вышел на берег великой серо-зеленой реки Лимпопо, поросший огромными древними деревьями. Все было так, как сказала птица колокола. — А надо б на тебе сказать, о радость моя, что до той самой недели и дня, и часа, и минуты этот очень любопытный слоненок никогда не видел крокодила и даже не знал, на что он похож. Поэтому его любопытство было просто огромным. Первым, кого он встретил, был пятнистый питон, обвившийся вокруг скалы. — Простите, — вежливо обратился к питону слоненок. — Вы, случайно, не видели крокодила в этих краях? — Не видел ли я крокодила? — прошипел питон, и в его голосе послышалось пренебрежение. — Интересно, о чем ты спросишь меня еще? — Простите, — снова сказал слоненок. — Но не могли бы вы любезно сказать мне, что он ест на обед? В ту же секунду питон развернулся и стал шлепать слоненка своим толстым чешучатым хвостом. — Странно, странно, — подумал слоненок. — Мой отец и моя мама и все мои дяди и тети шлепали меня за мое любопытство. Наверное, и сейчас мне досталось из-за него же. Слоненок очень вежливо попрощался с питоном, помог ему снова обвиться вокруг скалы и двинулся дальше, слегка отшлепанный, но ничуть не удивленный. По дороге он ел арбузы, вышвыривая корки, и ему нечем было их подбирать. Неожиданно у самого берега слоненок наткнулся на что-то, что он принял за бревно. на самом деле это был крокодил. И, о радость моя, крокодил подмигнул слоненку одним глазом, вот так. — Простите, — вежливо сказал слоненок. — Вы случайно не видели крокодила в этих краях? Тогда крокодил подмигнул другим глазом и поднял из ила половину своего хвоста. Слоненок сделал шаг назад, потому что не хотел, чтобы его снова отшлепали. — Подойди поближе, малыш, — ответил крокодил. — Почему ты спрашиваешь меня об этом? — Простите, — вежливо сказал слоненок. Но мой отец шлепал меня, моя мама шлепала меня, и все мои дяди и тети тоже шлепали меня, не говоря уже о пятнистом питоне, который отшлепал меня своим хвостом больнее, чем любой из них. Может быть, вам это совершенно все равно, но я не хочу, чтобы меня отшлепали, и не подойду. — Подойди поближе, малыш, — сказал крокодил. — Потому что я и есть крокодил. И он заплакал крокодиловыми слезами, чтобы доказать, что это сущая правда. У слоненка от радости даже перехватило дыхание. Он встал на коленки и произнес. — Вот тот, кого я искал все эти долгие дни. Не могли бы вы мне сказать, что вы едите на обед? — Подойди поближе, малыш, — сказал крокодил. — Я шепну тебе на ушко. Слоненок подошел к крокодилу поближе. И когда его голова оказалась рядом с зубастой крокодильей и пастью, крокодил тут же схватил его за маленький носик, который до этой самой недели, дня, часа и минуты был не больше, чем ботинок, хотя и гораздо полезнее. — Я думаю, — прорычал крокодил, не разжимая зубов, — я думаю, что сегодня, швой обед, я начну шашу, лоненка! — Пустите! — растердился слоненок. — Вы делаете мне больно! — Тогда пятнистый питон прошипел со своей скалы. — Мой юный друг, если ты немедленно и прямо сейчас не начнешь вытягивать свой нос из пасти этого кожаного бревна, — он имел в виду крокодила, — то знакомство с ним закончится для тебя очень плохо. Тогда слоненок присел на корточке и стал тянуть и тянуть и тянуть свой нос. И потихоньку нос его стал растягиваться и растягиваться, а крокодил крутился и барахтался, поднимая в воде белую пену. И он тоже тянул и тянул и тянул на себя нос слоненка. А нос слоненка растягивался все больше и больше. Слоненок упирался всеми своими четырьмя ножками и тянул, и тянул, и тянул. И крокодил все тянул и тянул и тянул, работая своим хвостом, как веслом. И нос у слоненка все вытягивался и вытягивался. И как же ему было больно! Ужасно больно! Вдруг слоненок почувствовал, что его ноги скользят, и тогда он произнес через нос, который был уже длиной почти пять футов! «Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду...» И тут пятнистый питон слез со скалы и обвился двойной петлей вокруг задних ног слоненка. — Безрассудный и неопытный путешественник, — прошипел питон. — Теперь мы должны тянуть изо всех сил, потому что, если мы не сделаем этого, то эта ящерица в броне — он имел в виду крокодила, — о радость моя — испортит тебе всю твою дальнейшую судьбу. — Я так мыслю. Именно так выражают свои мысли все пятнистые питоны. И пятнистый питон стал тянуть слоненка за задние ноги, и слоненок тянул свой нос из пасти крокодила, и крокодил тянул слоненка за нос. Все-таки слоненок с питоном оказались сильнее крокодила, и, в конце концов, крокодил отпустил нос слоненка с таким чепоком, что его было слышно по всей реке лимпопо. От неожиданности слоненок упал на спину, но он был достаточно вежлив, чтобы сказать пятнистому питону спасибо. Затем он стал лечить свой большой, вытянувшийся нос. Он обернул его прохладными листьями банана и окунул остывать в серо-зеленые воды лимпопо. — Что ты делаешь? — спросил пятнистый питон. — Простите, — сказал слоненок, — но вы видите, как растянулся мой нос. Я жду, когда он снова станет таким, как прежде. — Тогда тебе придется долго ждать, — ухмыльнулся пятнистый питон. — Удивительно, как некоторые не понимают свои выгоды. Три дня подряд просидел слоненок на берегу, ожидая, что его нос начнет укорачиваться. Но нос ничуть не уменьшился, а лишь перестал болеть. Вот так, о радость моя, крокодил вытянул слоненку настоящий хобот, такой же, как сейчас есть у всех слонов. Вечером третьего дня на слоненка села муха и ужалила его в плечо. Сам еще не понимая, что он делает, слоненок поднял свой хобот и прихлопнул муху. — Вот и первая выгода, — улыбнулся пятнистый питон, — ты не смог бы сделать этого своим старым носом. — А теперь попробуй поесть немного. Сам еще не понимая, что он делает, слоненок сорвал своим хоботом большой пучок травы, выбил из него землю на свои передние ноги и отправил в рот. — Вот и вторая выгода, — снова улыбнулся пятнистый питон. — Ты не смог бы сделать это своим старым носом. Но не кажется ли тебе, что сегодня слишком палит солнце? — Да, — согласился слоненок, — припекает. И сам еще не понимая, что он делает, слоненок набрал в свой хобот тины и грязи из прибрежных вод лимпопо и вылил это на свою голову, сделав себе грязевую панамку от солнца. — Вот и третья выгода, — пятнистый питон опять хитро улыбнулся. — Ты не смог бы сделать этого своим старым носом. — Ну а что ты думаешь о шлепках? — Простите, — сказал слоненок, — но я не хотел бы, чтобы меня отшлепали. — А как насчет того, чтобы самому кого-нибудь отшлепать? — спросил пятнистый питон. — Пожалуй, это было бы неплохо, — радостно ответил слоненок. — Вот тогда ты узнаешь, как полезен твой новый нос для того, чтобы кое-кого отшлепать как следует. — Огромное спасибо, — воскликнул слоненок, — я не забуду об этом. А теперь я отправлюсь домой, чтобы испробовать свой новый нос на моей дорогой семье. И слоненок пошел домой, поигрывая своим хоботом. Когда он хотел поесть фруктов, он срывал плоды прямо с дерева, а не ждал, как прежде, пока они упадут. Когда ему хотелось травы, он рвал ее прямо из земли, а не становился на колени, как делал раньше. Когда его донимали мухи, он срывал хоботом ветку и обмахивался ею, отгоняя мух. Когда припекало солнце, он делал себе грязевую, прохладную панамку. А когда ему становилось одиноко и скучно, он начинал трубить через свой хобот и трубил громче, чем несколько духовых оркестров. А еще слоненок хотел встретить какого-нибудь толстокожего бегемота и отшлепать его хорошенько, чтобы убедиться, что пятнистый питон был прав, говоря о пользе хобота. И на обратном пути слоненок подбирал хоботом корки от арбузов, которые он бросал во время своего путешествия к Лимпопо, ибо он был очень аккуратным. И вот однажды, поздним вечером, слоненок наконец вернулся к своим родственникам. Он свернул свой хобот в кольцо и сказал всем «Здравствуйте!» Родственники очень обрадовались и закричали. «Иди-ка, иди-ка к нам! Мы как следует отшлепаем тебя за твое неуместное любопытство!» «Ух!» — рассмеялся слоненок. «Мне кажется, вы совсем не умеете шлепать! А вот я умею, и сейчас это всем покажу!» Слоненок развернул свой хобот и так отшлепал двух своих родных братьев, что они к кубарям полетели по земле. «Ты с ума сошел?» — захныкали братья. «Ну, где ты научился этому?» «И что стало с твоим носом?» «Я получил свой новый нос от крокодила на берегу великой серо-зеленой реки Лимбабуа», — ответил слоненок. «Я спросил его, что он есть на обед, и крокодил дал мне этот нос!» «Выглядит не очень-то красиво», — пробурчал мохнатый дядя Бабуин. «Может и так», — ответил слоненок, — «но зато очень полезно!» Он схватил хоботом своего мохнатого дядю Бабуина за его мохнатую лапу и зашевырнул в гнездо шершней. А потом слоненок стал шлепать других своих родственников. Он вырвал перья из хвоста высокой тети Страусихи. Он схватил за заднюю ногу своего длинного дядю Журафа и потащил его через колючий терновый кост. Он вдувал широкой тете Бегемотихе пузыри в ухо, когда она спала в озере после обеда. Не обижал он только птицу Колокола и никому не позволял этого делать. И тогда все его дорогие родственники один за другим отправились к берегу великой серо-зеленой реки Лимпопо искать крокодила, чтобы он дал им новые носы. А когда они вернулись, никто никого больше не шлепал. И с тех пор у радости моя, у всех слонов, которых ты увидишь, и у всех слонов, которых ты не увидишь, есть точно такой же хобот, как у слоненка с ненасытным любопытством. Шесть верных помощников есть у меня, они мне помогут всегда. Что, где, почему — это их имена, а также кто, как и когда. Я шлю их на сушу, на море порой, на юг и на север их шлю. А после работы даю им покой, ведь я их так сильно люблю. Но есть у меня один маленький друг, такой ягоза-сумосброд. Он верных помощников держит за слуг, и отдыха им не дают. И слуг у него словно в джуглях макак, он шлёт их и в холод, и в тьму. Три тысячи где, тридцать три что да как, и плюс миллион Почему? Откуда взялись броненосцы? О, радость моя, послушай ещё одну историю великих времён. Жил тогда на берегах мутной реки Амазонки злючка-колючка-ёж, который питался улитками и червями. И была у него подружка, медлячка-твердячка-черепаха, которая питалась зелёным салатом и лопухами, и тоже жила на берегах мутной Амазонки реки. И было у них всё замечательно, радость моя. В те же самые далёкие великие времена на берегах мутной реки Амазонки жил малыш-пятнистый ягуар, который ел всё, что только мог поймать. А когда он не мог поймать оленя или обезьяну, он ел лягушек и жуков. И вот однажды, когда он не сумел поймать ни лягушек, ни жуков, он пошёл к своей мудрой матери-ягуарихе, и она стала учить его, как надо есть ежи и черепах. — Сын мой, — сказала она, помахивая хвостом, — когда ты найдёшь ежа, ты должен бросить его в воду, чтобы он развернулся, а когда ты найдёшь черепаху, ты должен выцарапать её лапой из панциря. Так вот она его учила, радость моя. В один прекрасный вечер пятнистый ягуар нашёл под стволом поваленного дерева злючку-колючку ежа и медлячку-твердячку-черепаху. Конечно, убежать от ягуара друзья не смогли бы, поэтому злючка-колючка свернулся клубком, ведь он был ежом. А медлячка-твердячка втянула голову и ноги в панцирь, ведь она была черепахой. Так они защищались, радость моя. — Теперь нужно вспомнить, чему учила меня матушка! — воскликнул пятнистый ягуар. Она говорила, она говорила, что если я встречу ежа, его надо бросить в воду, чтобы он развернулся. А если я встречу черепаху, то я должен выцарапать её из панциря. — Так, а теперь говорите, кто из вас кто? — Кто еж? — А кто черепаха? — А ты уверен, что твоя матушка говорила тебе именно так? — спросил злючка-колючка еж. — Может, она говорила, что ежа надо выцарапать из панциря, а черепаху бросить в воду? — А может, — спросила медлячка-твердячка, — твоя матушка говорила тебе, что черепаху надо развернуть, а ежа выцарапать из воды. — Хм, — озадаченно сказал малыш ягуар, — что-то мне не всё понятно. — Ну-ка, повторите ещё раз, только помедленнее. — Слушай и запоминай, — сказал еж, — потому что это очень важно. Когда ты выцарапаешь воду, то сможешь развернуть ежа. — Потому что если ты вместо воды выцарапаешь тело, то уронишь черепаху, разве это не ясно? — Вы совсем запутали меня, — обиделся малыш. — И мне не нужны ваши советы. Просто скажите, кто из вас еж, а кто черепаха. — Этого я тебе не скажу, — ответил злючка-колючка. Но если тебе так хочется, можешь выцарапать меня из панциря. — Ага! — обрадовался малыш ягуар. — Теперь я знаю, что черепаха — это ты. — А вы думали, я не догадаюсь. Малыш пятнистый ягуар попытался схватить ежа, но тот свернулся клубочком, и, конечно же, в лапу ягуара тут же вонзились острые иглы. Малыш взвыл от боли и зашвырнул злючку-колючку далеко в кусты, где было так темно, что ежа было уже не найти. Пытаясь унять боль, ягуар сунул лапу себе в пасть, но от этого стало только хуже. Когда же малыш смог наконец говорить, он сказал медлячке-твердячке, — Зато теперь я точно знаю, что ты не черепаха. — Хотя, конечно, — продолжил он, почёсывая голову, — откуда мне знать, что та первая на самом деле черепаха. — Но я черепаха, — воскликнула медлячка-твердячка, — твоя мама правильно тебя учила, что ты должен выцарапать меня из панциря. Так что давай, начинай. Минуту назад ты говорила мне совсем другое, — задумался малыш-пятнистый ягуар, вытаскивая колючку из лапы. — Ты говорила, что мама учила меня иначе. — Ну, предположим, что ты говорил, что я говорила, что она говорила по-другому. Но в наших словах нет никакой разницы. — Потому что если она говорила то, что ты говорил, что я говорила, значит, она говорила то, что она говорила. С другой стороны, если ты говоришь, что она говорила, что ты должен бросить меня в воду, а не выцарапать из панциря, я не могу с этим ничего поделать. — Но ведь ты же сама говорила, что я должен выцарапать тебя из панциря, — удивился ягуар. Но если ты хорошенько подумаешь, то поймешь, что ничего подобного я не говорила. — Я говорила, что твоя мать говорила, что ты должен выцарапать меня из панциря, — ответила медлячка-твердячка. — И что будет, если я это сделаю? — спросил ягуар, осторожно протягивая лапу к черепахе. — Вот этого я не знаю, — ответила черепаха, — ведь меня никто никогда не выцарапывал. Но, честное слово, если ты хочешь посмотреть, как я уплыву от тебя, брось меня в воду. — Что-то я тебе не верю, — сказал ягуар. — Ты так запутала все, что говорила моя мама, что я уже не могу понять, на голове я стою или на своем пятнистом хвосте. И чем больше ты говоришь, тем больше я путаюсь. Но мама говорила мне, что одного из вас надо бросить в воду. А ты так настаиваешь, чтобы я тебя бросил в воду, что мне кажется, ты совсем этого не хочешь. А поэтому прыгай в Амазонку, да поживее. — Я прыгну. Но предупреждаю тебя, — твоя матушка будет очень недовольна. — Если ты скажешь ещё хоть одно слово, — зарычал малыш. Но он не успел договорить, как черепаха нырнула в мутную воду Амазонки и долго плыла под водой, пока наконец не вышла на берег, где её ожидал ёж. — Это был замечательный побег, — сказал злючка-колючка. — А этот малыш, пятнистый ягуар, мне совсем не нравится. Что ты ему сказала? — Я сказала ему правду, но он не поверил, что я это я, и приказал мне прыгнуть в реку, чтоб посмотреть, я это или не я. Наверное, он очень удивился, когда убедился, что я действительно черепаха. А теперь он жалуется своей матушке, ты только послушай. На берегах мутной Амазонки среди кустов и деревьев малыш, пятнистый ягуар, плакался маме. — Сын мой, сын мой, — повторяла мать ягуариха, помахивая за хвостом. — Ты сделал совсем не то, что надо было сделать. — Я пытался выцарапать того, кто сказал, что его надо выцарапать лапой. — И теперь в моей лапе полно иголок, — скулил пятнистый ягуар. — Сын мой, сын мой, — снова повторяла мать. — По иголкам в твоей лапе я вижу, что это был еж. Ты должен был бросить его в воду. Я бросил в воду другого, — продолжал скулить пятнистый ягуар. — Он сказал, что он черепаха, но я не поверил ему. И он нырнул в Амазонку и уплыл. — И теперь мне нечего есть. Мне кажется, что здесь звери слишком умны для меня. — Сын мой, послушай меня и запомни все, что я скажу. Еж сворачивается клубком, и его иглы торчат во все стороны. По иглам ты узнаешь ежа. — Не нравится мне эта старая леди, — грустно проговорил за лючка-колючка, сидя под большим листом. — Интересно, что ей еще известно? — А черепаха не может свернуться клубком, — продолжала мама ягуариха, все так же помахивая хвостом. Она втягивает голову и лапы в свой панцирь. Так ты узнаешь черепаху. — Ой, как мне не нравится эта старая леди! — проговорила медлячка-твердячка. Даже такой олух, как малыш-пятнистый ягуар, сможет запомнить ее наставление. — Жаль, что ты не умеешь плавать, — злючка-колючка. — Да ладно, — сказал еж. — Ты только представь, насколько было бы лучше, если бы ты умела сворачиваться клубком. Вот это жаль. Но послушаем. А малыш-пятнистый ягуар сидел на берегу мутной амазонки, вытаскивая колючки из своей лапы, и разговаривал сам с собою. — Медлячка-твердячка, мне бы не забыть. Свернуться не может, но может уплыть. А злючка-колючка мне бы не забыть. Может свернуться, не может уплыть. — Он может помнить это долго, — сказал злючка-колючка. — Ну-ка, подержи мою голову, — медлячка-твердячка. Я попытаюсь поучиться плавать. Это мне может пригодиться. — Великолепно! — воскликнула медлячка-твердячка. И стала поддерживать голову ежа, пока он болтыхался в мутных водах амазонки. — Из тебя получится неплохой пловец! — обрадовалась черепаха. — А теперь расшнуруй мой панцирь, а я попробую свернуться клубком. Это очень даже может пригодиться! Еж расшнуровал черепахе панцирь, и, немного потренировавшись, она научилась сворачиваться в клубочек. — Великолепно! — воскликнул еж. — А теперь передохни немного, а я хочу еще немного поплавать, а ты поддержи меня, пожалуйста! Излючка-колючка снова стал тренироваться плавать, а медлячка-твердячка плыла с ним рядом и поддерживала ему голову. — Великолепно! — воскликнула медлячка-твердячка, когда они выплыли на берег. — Еще несколько тренировок, и ты станешь настоящим китом! — А теперь и я потренируюсь сворачиваться в такой же идеальный клубок, как и ты. — Вот и ягуар-то будет удивлен! — Великолепно! — воскликнул злючка-колючка, весь мокрый после купания. — Я должен тебе сказать, что ты выглядишь как один из членов моего семейства. У тебя здорово получается. Только не хрюкай так громко, когда сворачиваешься, а то пятнистый ягуар может услышать нас. А когда ты закончишь, я хочу, чтобы ты меня поучила нырять. Вот ягуар-то будет удивлен! И вскоре Ёж уже учился нырять под руководством черепахи. — Великолепно! — воскликнула медлячка-твердячка. Постарайся подольше задерживать дыхание, и ты сможешь жить на дне амазонки. А теперь я попробую заложить мои задние ноги за уши, ведь ты говоришь, что это очень удобно. Вот ягуар-то будет удивлен! — Великолепно! — воскликнул зрючка-колючка. — Только вот твои пластины, из которых состоит панцирь, уже не лежат бок о бок, а ходят своими краями одна на другую. — Ох, это все от тренировок! — сказала медлячка-твердячка. Но я смотрю, твои иглы так слиплись, что ты похож не на каштан в колючей оболочке, как раньше, а скорее на шишку. — Да? — удивился зрючка-колючка. — Это, наверное, от воды. — А вот ягуар-то будет удивлен! И до самого утра друзья тренировались, помогая друг другу. А когда взошло солнце, они отдохнули и просохли. И тут заметили, что оба сильно изменились. — Посмотри, зрючка-колючка! — сказала медлячка-твердячка. — Я теперь не такая, какой была вчера. Ох, и подурачу я пятнистого ягуара! — Я тоже об этом подумал, — сказал зрючка-колючка. И мне кажется, что моя теперешняя чешуя гораздо лучше, чем иголки. Я уже не говорю о том, что я умею плавать. Вот ягуар-то будет удивлен. А давай пойдем и отыщем его. Вскоре они нашли малыша пятнистого ягуара, который все еще облизывал свою пятнистую пострадавшую лапу. Увидев их, ягуар был так удивлен, что сделал три шага назад, пока не наступил на свой собственный пятнистый хвост. — Доброе утро! — сказал зрючка-колючка. — Как поживает твоя почтенная матушка? — Спасибо. С ней все хорошо, — вежливо ответил малыш, пятнистый ягуар. — Ну, прости, что-то я тебя не помню. — Какой ты забывчивый, — ухмыльнулся еж. — А ведь еще вчера ты пытался выцарапать меня из панциря. — Но вчера у тебя не было никакого панциря, — изумился ягуар. — Вчера ты был весь в иглах. — Ты только посмотри на мою лапу. — А мне ты приказал прыгнуть в амазонку, чтобы я там утопилась, — сказала медлячка-твердячка. — Что же сегодня ты так забывчив и невежлив? — Может, ты забыл и то, чему учила тебя твоя матушка? — спросил злючка-колючка. — Разве ты не помнишь? — Медлячка-твердячка, мне б не забыть. Свернуться не может, но может уплыть. И они оба свернулись клубочками и стали кататься вокруг ягуара до тех пор, пока у него глаза не стали такими огромными, как колеса у телеки. И тогда он пошел к своей маме. — Мама! — сказал ягуар. — В джунглях появилось два новых зверя. Про одного из них-то говорила, что он не умеет сворачиваться, но он сворачивается. Раньше один был колючий, а другой — гладкий, а теперь они оба одинаковые, оба в чешуйках. И только что они катались вокруг меня так, что в глазах рябило. — Сын мой! Сын мой! — поучительно сказала мама ягуариха, помахивая хвостом. — Ёж всегда будет ежом, а черепаха всегда будет черепахой! — Но это не ёж и не черепаха! — Это чуть-чуть ёж и чуть-чуть черепаха. — Я не знаю, как она называется, — скулил малыш. — Здор! — зарычала мама ягуариха. — У всего и у всех есть имена и названия. Я буду называть их верненосцами. И мне кажется, лучше оставить их в покое. И малыш, пятнистый ягуар, послушался своей мамы и оставил двух друзей в покое. Любопытно то, о радость моя, что с этого самого дня на берегах мутной реки Амазонки никогда больше не называли злючку-колючку ежом, а медлячку-твердячку черепахой. Их стали называть броненосцами. Конечно, есть места, где живут ежи и черепахи, в моем саду, например. Но их древние преддревние родственники, живущие на берегах Амазонки, за свою крепкую чешую и за свой хитрый ум гордо носят названия броненосцев. Вот такая история, радость моя. На берегах Амазонки-реки Странные звери живут и зверьки. Глядя на них, ты порой не поймешь, Кто черепаха из них, а кто еж. Бродят по джунглям, дремучим они, С толстую шкурой, как из брони. Эту броню просто так не пробьешь. В ней, словно в танке, Сидит бронеёж. Ни ягуару, ни черной пантере, Не по зубам эти странные звери. Вольно, свободно Живут-поживают, как их, о радость моя, называют. Почему у носорога шкура в складку? Давным-давно на необитаемом острове посреди Красного моря жил один парс. Раньше парсы жили возле Красного моря, а потом переехали в Индию. Он носил шляпу, от которой лучи солнца так волшебно отражались, что создавали над его головой радугу. И вот он жил на берегу Красного моря, и ничего у него не было, кроме этой самой шляпы, ножа и печки для приготовления пищи. В один прекрасный день парс взял муку, воду, смородину, сливы, сахар и ещё кое-что, и стал готовить себе торт шириной в два фута и толщиной в три фута. Это был чудесный, волшебный пирог. Парс поставил пирог на плиту и пёк его до тех пор, пока пирог весь не пропёкся и не подрумянился. Но лишь только он собрался полакомиться этим пирогом на пляже, как из абсолютно необитаемых джунглей вышел носорог. У носорога был один рог на носу и два маленьких глаза, как у свиньи. В те времена кожа у носорога была гладкая-гладкая. Она плотно сидела на нём и не имела ни единой складочки. А ещё у носорога было много дурных привычек. В общем, это было большое, неучтивое животное. Такое же большое и неучтивое, как и сейчас. Носорог вышел и сказал. — Э-э-э… Парс так испугался, что бросил свой пирог и в мгновение ока влетел на верхушку пальмы вместе со своей шляпой, от которой лучи солнца так волшебно отражались. Носорог же перевернул печку, и пирог покатился по песку. Носорог поддел его своим рогом, тут же съел его и ушёл, помахивая хвостом в свои абсолютно необитаемые джунгли. Тогда Парс спустился с пальмы, поправил печку и произнёс следующее заклинание, которое вы ещё не слышали. Тот, кто забрал себе пирог, который Парс себе испёк, ещё получит свой урок. И в этих словах гораздо больше смысла, чем вам кажется. Спустя пять недель на острове посреди Красного моря началась ужасная жара, и поэтому все сняли с себя всю одежду, которая на них была. Парс снял свою шляпу, а Носорог снял свою кожу. В те дни кожа Носорога выглядела как непромокаемый плащ и застёгивалась на животе на три пуговицы. Затем Носорог перекинул её через плечо и отправился на пляж искупаться в море. Проходя мимо Парса, Носорог даже не вспомнил о том, что он сильно его обидел, когда съел пирог. Оставив кожу на песке, Носорог в развалочку вошёл в морскую воду и стал выдувать носом пузыри. Парс увидел всё это и так улыбнулся, что его улыбка была в два раза больше лица. Потом он три раза станцевал вокруг кожи и потёр руки. Затем он вошёл в свой шалаш и там наполнил свою шляпу крошками от пирога. Надо сказать, что Парсы ничего не едят, кроме пирогов, и никогда не подметают в своём жилище. После этого он взял кожу Носорога, хорошенько встряхнул её и всыпал в неё сухих чёрствых крошек. Ну а потом Парс влез на вершину пальмы и стал ждать, когда Носорог вылезет из воды и наденет свою кожу. Очень скоро Носорог вышел из воды и надел свою кожу. Он застегнул её на три пуговицы и тут же стал яростно чесаться. Крошки так щекотали его, что Носорог бросился на землю и стал кататься на ней. Но стало ещё хуже. Тогда он подбежал к пальме и стал тереться об её ствол. Он тёрся и тёрся, тёрся и тёрся, пока вся кожа на плечах, на ногах, на животе не пошла с кладками, а пуговицы от трения и вовсе отскочили. Носорог ужасно злился, но избавиться от крошек никак не мог, ведь они были внутри кожи и всё время щекотали его. И, в конце концов, Носорог ушёл, почёсываясь в своей джунгли, страшно рассерженный и даже разъярённый. С тех пор, с того самого дня, у каждого Носорога большие складки на коже и очень дурной характер. А всё из-за крошек от пирога внутри шкуры. Что же касается Парса, то он спустился с пальмы, надел свою шляпу, от которой лучи солнца так волшебно отражаются, что создают радугу над его головой, взял под мышку свою печку и отправился в сторону Аратава, миндальных садов Анантарива и горных лугов Санапута. Продолжение следует... Продолжение следует...